Доброе время суток, друзья! Я Шокан Маратулы. Приветствую вас в программе «Алдавай». Здесь мы обсуждаем вопросы, актуальны для молодежи. И сегодня у нас в гостях Заман Сапатаев, финалист битвы экстрасенсов 8 и 11 сезона. Здравствуйте, Шокан. Привет. Спасибо, что принял приглашение. Пришел сюда к нам. Я думаю, что у тебя здесь большая армия поклонников, которые смотрели все эти выпуски своим участием. Поэтому особо не вдавая, давай сразу перейдем к насущным вопросам, которые волнуют наши умы, наших казахстанцев, нашу молодежь. И самый такой, первый, какой у тебя прогноз по поводу экономической ситуации в Казахстане? Будет ли курс доллара расти или он упадет? Что можешь сказать по этому поводу? Здесь вопрос всегда обсуждается, обсуждался любой съемки, которую даже в начале года этого приглашали на новогоднюю съемку. И, конечно же, вопрос тоже поднимался по поводу тенге, по поводу экономики и всего прочего. И получается так, что все предсказания, которые я давал в начале года, они, к сожалению, сбылись. То есть ты говоришь, что будет девальвация? Да, девальвация, она, в принципе, и многими экономиками была, прогнозировалась, но никто не знал, насколько она будет, насколько масштабная. То есть это масштабность, я указывал, говорил про все это. Ты, по-моему, цифры сказал, что курс будет 250? Нет, до 200 он будет подниматься, говорил, как минимум. Поэтому здесь уже на данный момент, то есть вопрос, он будет еще плавать, то есть буквально в вариации одного или двух тенге максимум до ноября. В ноябре он может, насколько я ощущаю, то есть он может немного резко увеличиться, но где-то на процентов может быть 10-15, да, именно в ноябре. А до ноября, вот пока, как он сейчас действует, до ноября он будет плавать, то есть он в пределах одного-два или максимум три-трех тенге, так скажем, то есть он будет так плавать. Ну хорошо в ноябре, а потом что нам знать? Новый год или как? А дальше уже изменения какие-то будут более проще будет для экономики страны, это период марта, с весны следующего года. То есть более-менее там будет проще и то есть немного стабилизируется ситуация. То есть в данный момент чувствую, что правительство, люди, они пока вот сами не знают, как именно правильно поступать, потому что очень много вариантов и то есть где-либо что-то сделать, но каждый из этих вариантов, то есть где-то вот есть много плюсов, есть много минусов в каждом этом решении. Ты знаешь, ты говоришь не как экстрасенс или человек, обладающий там сверх чутью, он неким. Ты говоришь как обычный эксперт, да? Ну я по образованию финансист, поэтому оно и наверное даёт себе знать. И что-то мне подсказывает, что в своих прогнозах эти самые многие эксперты такие, именитые, не сильно отличаются, они тоже там, по-моему, больше прогнозируют исходя из каких-то... Может быть, может быть, но на самом деле здесь очень было много споров, как раз таки, когда мы обсуждали то, что будет девальвация, то есть что нет, этого не может быть, то есть это и наши, то есть люди и правительство, которые нам всем казахстанцам обещали, что этого не будет. То есть поэтому здесь другие вопросы, то есть другие темы, на самом деле, как бы, если я чётко уверен в какие-то моменты, то что это будет, то есть, ну... В общем, ты в этом уверен в своём прогнозе, да? То есть я подведу итог. Пока у нас будет вот это некое, если это можно назвать стабильность, сохраняться, в ноябре ты ожидаешь ещё скачок доллара, где-то на процентов 10-15, вот, но в марте прогнозируешь улучшение ситуации? Не то, что улучшение, просто будет немного стабильнее и будут какие-то вот варианты, ну, стабилизация дальнейшая, то есть, скажем. То есть будет проще всё равно, как бы, для страны. То есть вот есть прогноз, что будет хуже, затягивайте пояса? Самый сложный момент, он будет в семнадцатом году. Семнадцатом? Со второй половины шестнадцатого года и вплоть весь период семнадцатого года он будет сложный, потому что будет очень много перемен. То есть и перемены не только внутри страны, они будут, опять же, как перемены, то есть, в других странах, которые непосредственно связаны с нами. Ну вот как раз и вытекает вопрос, что будет с Казахстаном на мировой арене, что будет в качестве участника Еврозес, что будет самой этой организацией, как она будет развиваться с этим союзом? Ну, этот вопрос смотри, с союзом, со всеми этими делами, то есть, ну, более какую-то вот, ну, значимую какую-то пользу мы сможем, наверное, как-то воспринимать или, ну, получать для страны это ближе, ближе к двадцатым годам. То есть, я не вижу, что оно даёт какой-то прям большой толчок, либо какой-то вот, ну, импульс для такого большого развития. Ну, мы сохраним этот союз, мы сохранимся как участник в этом союзе или это нежиспособное образование? Нет, сохранимся, и причем даже, думаю, наше участие будет намного, очень полезно для нас. Для нас самих, да? Ты это говоришь как человек, который разделяет идею этого просто вот в силу просто практических, утилитарных каких-то рассуждений, или вот это твое такое интуитивное ощущение? Да, это на уровне интуиции, да, то есть, введения, да. В общем, Евразийский союз имеет место быть, у него есть будущее и хорошее перспективное будущее. Хорошие перспективы, да? И причем там еще могут другие страны как-то подключиться, то есть, это вот чуть будущий момент. Будет Алтын? Алтын будет? Ну, это, ну, здесь я вопрос тоже смотрел, так скажем, потому что было интересно, очень было вокруг этого слухов много, то есть, ну, я сомневаюсь. То есть, там могут быть другие моменты сотрудничества, то есть, общие какие-то моменты, как с нефтью, допустим, да, как бы то, что, ну, все в долларах, допустим, считается, да, на данный момент. То есть, здесь может быть другой момент, именно какие-то вот, не могу понять, что именно, то есть, ну, это не будет как-то общая валюта. Возможно, отказ от доллара просто, да? Может быть, какой-то, да, будет. А региональная вот валюта типа Алтына, ты не знаешь, да, просто может быть. Здесь не будет именно валюта, не верю, что будет какая-то вот именно купюра или валюта, которая, ну, как евро, допустим, да, в Евросоюзе, то есть, у нас будет что-то схоже, но, не знаю, что-то другое совсем. Типа какого-то некого билета, который имеет равную силу, да, там. Может быть, либо будут какие-то банки совмещены, может быть, какие-то будут упрощены многие какие-то вот межбанковские операции. Интеграция. Да, может какая-то такая вот будет, то есть, скорее, такое будет, чем валюта. Валюта, я вижу такое. Очень интересно, да. Вот такой вот вопрос. Что в этом контексте будет США? Вот многие прогнозируют скоро развал США, там отказ от полностью всего мира от доллара и, как следствие, крах империи. А кто-то говорит, что ничего подобного, мы еще все попляшем, США еще переживет нас всех. Что ты думаешь? Здесь момент как раз, наверное, то, что говорил, ближе, а второй половине 2016-2018 года, то есть, там будут какие-то перемены связаны с другими странами. Это как раз и будет связано с, в частности, с США. То есть, там будет еще какой-то момент очень громкий, схожий, как с Украиной, с Россией. То есть, там такой момент будет очень возникать. То есть, если с Украиной схожий, то есть, возможно, у них какие-то внутренние будут, социальный взрыв или какой-то вот гражданский конфликт, да, какой-то? Да, то есть, там что-то схожее будет с гражданским моментом, то есть, и схожее, опять же, с Ираком, то есть, Ираном, то, что попытки. Там он будет просто более как-то масштабнее и более как-то агрессивнее будет в следующем году. Поэтому оно в лице как бы, ну, другого мира, то есть, ну, так скажем, сейчас. То есть, поэтому США, то есть, ну, на следующий год, оно немного свою, как бы, вот, популярность, либо вот свою, лицо-то потеряет, так скажем. Гегемонию свою силу, да, будет там уже терять. Но она уже эту силу теряет, ну, то есть, ты прогнозируешь только ускоряйте этих процессов и не совсем завидное будущее у США, да, на твой взгляд? Да. Какой-то социальный там внутри взрыв произойдет. Взрыв будет, и, то есть, ну, общемировой, то есть, ну, общемировой системе, так скажем, он немного потеряет свое лицо, так скажем. То есть, он будет очень много ошибочно таких совершать дел, так скажем. Ну, как уже и сейчас.